Всем привет от дяди Вити. Новый эксперимент. Сегодня у нас 24 июня. Конечно, все делаю с опозданием, потому что очень-очень много чего-то у меня в этом году делал. Это мой новый эксперимент. Все, видите, застелил укрывным материалом черным. Тут я буду сажать капусту. Заранее предварительно накопал лунки и теперь вот мне легко найти их. Я вот все прошел сначала, подкопал лунки и застелил тканью. Вчера это я сделал и вот натянул горшки, подставил, чтобы ветром не сдувал. И сейчас на ощупь и вот ведешь, ведешь и вот тут у нас видно, что проваливается рука. Значит, тут надрезаю крестом и уже лунка. Вот тут видно, вот я поливал капусточку, тоже вот проваливается, значит тут крестом надрежу, будет лунка. И так вот дальше иду. Ну как сажаю, вот 9 лунок надрезал, они пустые. Подсыпаю золы, подсыпал в каждую, потом земли приношу, потому что тут вот немножко земля вот на этом огороде похуже. На этом огороде, вот я вам в прошлых видео говорил, намного лучше земля. Беру ведрами отсюда землю, засыпаю и уже вот в эти лунки подсаживаю капусточку. Три штучки посадил, сразу полил. Три штучки уже, конечно, вечереет. Какой вечереет? Уже ближе к ночи. Время 9 часов. Солнышко уже не видно. Все, пока. Просто вот хочу показать, что именно сегодня, в этом году я нестандартно сажаю капусту. Думаю, что никто, наверное, вообще так не сажает капусту. Ну, так как, почему я это решил сделать и почему такой эксперимент? Потому что нам в этом году соседи разрешили пользоваться землей. Так земля несколько лет не паханая. Видите, что все, она как бы целина. Все заросло. Просто косили, косили. И мне, чтобы вот это все не пахать, я именно сделал лунки под капусту и освежил хорошей своей землей. Чтобы устанешь полоть, мотыжить вокруг капусты. Вы представляете, вот это все. Тут получается 3,20 ширина и 25 метров длина. Это с утра до вечера каждый день надо будет полоть. Агроволокно, оно спасет от сорняков, дополнительную влагу будет удерживать. Меньше поливать. Чистота будет. Капустка будет чистенькая. Вот этот уголочек я вчера сажал. И который под ящиками, я в тенях, я утром смотрю, они упали. Вот эта капуста, которую я вчера посадил, она просто лежала на земле. Потому что солнышко было. Которая сразу принялась, вот видно хорошо. ей ничего. А некоторые я накрыл именно, как бы затенил. И видите, что за 2 часа, за 3. Нет. Утром, да, утром она лежала. Не утром, часов 11-12 она лежала. Я закрыл. И вот в течение дня она поднялась. И видно, что вся поднялась. То есть также вот вам такой совет. Вы когда посадили капусту, если есть у вас ящики, кто-то там лопухами закрывает, кто-то что-то. А я закрыл ящиками, и через нее хорошо и поливать будет, потому что они вот сеточкой. И вот одна еще полубоком. Видно вот тяжело. Вот именно вот это тяжело. Она вот такая еще не прижилась. Надеюсь, завтра будет все хорошо. Вот эта тоже лежала прям на земле. Маленькая. Мне ее жалко было выкидывать. Я ее тоже посадил. Конфетка. Как бы так. Ладно, надо досаживать, пока светло. Сейчас еще часок, и все стемнеет. Хотя бы может до середины дойду. Получается, если все досажают до конца. Может кто-то скажет, что большое расстояние. Но я уж сам заметил, можно было бы, да, можно было бы 4 посадить, 4 ряда сделать. Но теперь уже все. Назад в пути нет. Лунки выкопаны по 3 ряда. 99 лунок получается. Так что если все приживется и капуста уродится, то в этом году будем с хорошим урожаем. Вот так все. Всем пока. Ставьте лайки. А сейчас прям покажу вам еще в следующей серии. Я вам сниму следующую серию про аквапоника. Которую клубнику на гидропонике я сажал в своем прудике. Вот она уже краснеет. Но про это все подробнее я в следующей серии. Завтра или послезавтра постараюсь снять. Так, все. Всем пока.